Алина Шабаева Ребята отправятся в него 47-й раз. Расскажи, пожалуйста, когда нам ждать ближайший старт? Старт у нас будет 25 января около памятника Политаева в 12 часов дня. То есть традиционная программа, здесь ничего не меняется? Да, традиционно всё. Отлично. Что такое звёздный поход? Как он выглядит? Ну, звёздный поход лично для меня это то время, когда ты абстрагируешься от всех своих проблем, от своих дел в Рязани и уезжаешь со своим отрядом, со своей... Другой район, и вы радуете своей деятельностью людей, которые, возможно, этого не получают настолько часто, как городские люди. То есть это волонтёрская деятельность, по сути? В какой-то степени да. В Рязани существует 15 звёздных отрядов, у каждого из них есть своя особенность. Ну, отличительная черта медиков в том, что они предменяют свои медицинские знания, да? Вот в чём отличительная черта вашего отряда? Чем вы уникальны? Наш отряд является отрядом факультета вычислительной техники, соответственно, мы, скажем так, будущий программист. Поэтому во время внепоходной деятельности мы собираем компьютеры из разных непригодных частей, и затем отвозим это всё в район полноценным комплектом. То есть это блок, монитор, мышка, клавиатура, и всё это работает. Мы устанавливаем на эти компьютеры программы, показываем детям и преподавателям, которые не знают, как с этим обращаться, как нужно что делать. И все счастливо, довольны, нас постоянно принимают с распростёртыми объятиями, потому что в каких-то районах действительно нет техники. Это наша особенность номер один. Вторая наша особенность в том, что мы ходим не только в зимний, но ещё и в летний поход. То есть вот в 2018 году у нас был 12-летний поход. Здорово. То есть в сумме мы прошли уже очень много. Ваш отряд один из старейших в Рязани, ему почти 50 лет, да? То есть он практически ровесник самого звёздного движения Рязани. Да, в этом году нашему отряду 45 лет, то есть мы ходили в 45 зимних походов, а звёздному движению 47. То есть два года мы пропустили, но считаемся самым старшим отрядом и гордимся этим, конечно. Звёздники — это, по сути, волонтёры, да? То есть помимо развлекательной деятельности у вас есть ещё какая-то работа с ветеранами, работа с населением? Да, конечно. То есть каждый поход мы узнаём в администрации о ветеранах либо тружениках тыла, ходим к ним в гости, которые... Люди, которые могут нас принять, мы как бы приходим, общаемся. Которые не могут, мы понимаем всё это и просто передаём подарки какие-то. Также мы помогаем населению с расчисткой снега, починкой аппаратуры. У кого-то вот нам недавно приносили телевизор, сломался. А в 45-м походе, например, мы холодильник чинили в школе. И такое было. Также каждый отряд в зимнем походе чистит памятники. Потому что в районах они, бывает, что заброшены, они покрыты все снегом, и это не есть хорошо. Поэтому каждый год звёздники чистят памятники во всех районах. У каждого отряда есть свои традиции. Одна из традиций вашего отряда — это встреча со старичками. Когда к вам во время похода приезжают уже ветераны звёздного движения. Как это происходит и чем они могут помочь вам, как молодому поколению? Старики обычно у нас приезжают на выходные, потому что сейчас они уже семейные люди, работают. То есть в будние дни они приехать не могут. Но на выходных это происходит настоящий праздник, потому что ребята приезжают с подарками. Они с пустыми руками никогда не приезжают, потому что они приехали в гости. Чем они могут помочь на концерте? Концерт каждый год меняется, потому что приходят новые люди, уходят старенькие, и как-то должно всё течь дальше. Но есть настолько полюбившиеся номера стариков, что они, когда приезжают, вроде хотят отдохнуть, просто посмотреть, как это сейчас. Но сцена зовёт людей, и они выходят на сцену со своими старыми номерами, которые, наверное, ещё сильнее радуют население, чем вот, которые мы показываем сейчас. И это, на самом деле, очень приятно, потому что и ребята проникают в эту атмосферу ещё раз. Спустя 5 лет, 10 лет к нам приезжали старики, которые не были в походе 10 лет. И они выступали на сцене, и это были очень классные эмоции как для нас, молодых, так и для старшего поколения. Вообще, как часто люди ходят в походы? Это какая-то разовая акция, студенческая жизнь? Или всю жизнь с этим связана? Нет. Звёздный поход — это не разовая акция. Студент, который приходит первый раз в звёздный отряд, он становится молодым. То есть первый год, когда он идёт в поход, он молодой. Второй год он уже, скажем так, перенимает некоторые черты звёздника, то есть он уже понимает, что ему нужно делать, как себя нужно вести. И далее идёт по нарастающей. То есть есть ребята, которые ходят 4 похода, 5 походов, 6 походов, и они уже и работают, и семья у них есть, но они не могут от этого отвязаться, потому что это действительно интересно, это другая жизнь. Как стать участником звёздного движения? Есть ли какие-то наборы или люди просто к вам приходят? Ежегодно осенью в каждом университете проходит набор молодых в каждый отряд. Для этого нужно всего лишь быть совершеннолетним, потому что походу не допускаются ребята, которым нет 18, и желание работать, учиться новому, не лениться, гореть этим. То есть есть какое-то обучение новичков вообще? Как они вливаются в звёздную жизнь? Мы должны познакомить молодого с нашим отрядом, с каждым человеком, чтобы он понял, что его здесь ждут, любят и верят в него, что его ценят. А затем уже ближе к походу начинаются, скажем так, репетиции, на которых он узнаёт, что мы тут не только компьютеры собираем, а ещё мы танцуем, поём, показываем сказки, военные постановки, что это требует усилий, времени и действительно желания для того, чтобы по итогу был очень хороший материал, чтобы это было не стыдно показывать. Ты перечислила достаточно богатую палитру и танцы, и песни, и спектакли. Кто помогает всё это ставить? Неужели вы всё делаете сами? Мы всё ставим сами. Сказки мы либо пишем сами, либо ищем в интернете, где-то меняем роли, потому что не всегда получается по численности отряда понять, получится ли поставить такую сказку или нет. Песни, танцы, всё это мы прорабатываем сами. Возможно, где-то нам помогают старики, которые ушли уже, грубо говоря, из отряда, но в каких-то моментах они приходят на сборы и говорят, что не так, что переделать, что нужно вообще, чтобы было лучше. Сколько времени занимает подготовка к зимнему походу? Когда вы начинаете, собственно, ставить? Основные репетиции начинаются в начале декабря. То есть весь декабрь, весь январь, каждый день наш отряд с шести вечера до девяти танцует, поёт, закрывает зал общежития. У звёздников принято разделять обязанности, да, и у каждого человека в отряде есть какая-то своя зона, за которую он отвечает. Да, конечно, это принцип командной работы, я считаю. Какие должности есть в вашем отряде? Есть командир. Чем он занимается? Командир обычно общается с администрацией района, в которой идёт отряд, потому что от командира зависит, какое будет питание, какое будет проживание, в какие школы, в какие районы, в принципе, пойдёт отряд. То есть от него зависит, скажем так, организация отряда в принципе, в походе. То есть и маршрутную карту тоже, по сути? Маршрутную карту, да. Ну, вместе с районом, но если он не скажет, что мы туда не пойдём, то мы туда как бы пойдём, поэтому надо как-то ответственно подходить к этому вопросу. Так же есть комиссар. Комиссар, в принципе, я так считаю, что он обычно помогает командиру в каких-то вопросах, но комиссар отвечает больше за настроение отряда. То есть чтобы, скажем так, погода в отряде была хорошая, доброжелательная, чтобы ни у кого не было проблем, чтобы каждый человек чувствовал себя комфортно. Потому что поход это, на самом деле, очень напряжённое время, когда бывают разные ситуации, которые некоторых ребят выводят из зоны комфорта, скажем так. И комиссар должен будет их успокоить, сказать, что не переживай, всё хорошо. И если комиссар действительно хорош, то человек успокаивается, он понимает, что он в своей тарелке, со своей семьёй, что ему ничего как бы не угрожает, ничего плохого с ним не случится. Так, кто у нас есть ещё? У нас есть ремонтники. Это обычно молодые ребята, которые понимают, что это в технике. То есть это они там чинят холодильники, телевизоры, настраивают аппаратуру, компьютеры чинят. Как проходит день звёздника? Понятно, что вы выезжаете на неделю, хочется всё успеть. Вот насколько это плотный график? Или вы едете, по сути, как в лагерь в свободном режиме? Как вы действуете? Свободный режим — это, наверное, не совсем то, что нужно. У нас есть определённый порядок наших действий, который мы заранее обсуждаем с администрацией. Чтобы они были в курсе того, что мы будем делать, и у нас был план, с которым мы не должны сбиваться. Утром мы просыпаемся и идём показывать кукольную сказку в детский сад. Сразу после мы идём показывать сказку в школу для младших классов. Затем у нас в спортзале проходит ярмарка для младшей и средней школы, где ребята играют в спортивные игры, прыгают на скакалке, получают за это баллы и идут обменивать их на конфеты. Это обычно бывает до обеда. После обеда мы показываем военную постановку, называется у нас «Письма с фронта». Никого не оставлять равнодушным, потому что действительно война — это очень серьёзный вопрос сейчас стоит. И главное, чтобы люди не забывали об этом. И вечером у нас проходит концерт с песнями и танцами, тетральными постановками разными. После концерта у нас проходит фаер-шоу на улице. Ребята крутят огненные шары, огненный реквизит, вытворяя разные элементы, которые для сельского жителя, наверное, либо впервые, либо очень завораживающе и интересно. То есть вы работаете в основном со школьниками, да? Или также с местными жителями? Кто приходит на концерты? Вся наша программа рассчитана на жителей разных возрастов, как на детей, так и на взрослых людей. На концерты обычно приходят бабушки и дедушки, взрослые люди, ну и дети. Но дети, конечно, не всегда сидят на месте, потому что им хочется танцевать, играть. Но это подбадривает выступающих, потому что под наши песни танцы, дети танцуют, им очень весело. Также очень радуют такие женщины пожилого возраста. Вот ты выходишь на сцену петь, стоишь, переживаешь, ты уже думаешь, поскорее бы отсюда уйти. Вот смотришь в зал, а перед тобой сидит бабушка, которая как бы ты ни пел, где бы ты ни сделала ошибку. Она сидит и хлопает тебе вот с такими глазами, полными любви. И ты думаешь, вот ради этого, наверное, стоит выходить на сцену и дарить своё тепло, свои эмоции людям. Вот это прям очень ценно. Ты же сказала, о достаточно напряжённом дне звёздника. Вообще спать-то успеваете? Свободное время у вас есть? Когда мы чем-то влечены, либо нам это очень нравится, не хочется спать. Потому что мы готовились к этому походу, именно старый, скажем так, отряд, с сентября месяца. И вот эти вот пять месяцев до похода, они были сделаны для того, чтобы приехать в поход и спать. То есть, конечно, есть усталость. Это, я этого не отрицаю, но эта усталость очень приятная. Потому что ты видишь горящий глаз детей, благодарность администрации, и благодарность взрослых людей, которые ждут нас каждый год. И без разницы, какой это будет отряд, потому что они прекрасно понимают, что и концерты, и сказки, и постановки, и, в принципе, работа, проведённая звёздниками, она будет на высшем уровне. Им это действительно приятно, и нам от этого очень хорошо. То есть, мы нужны, значит, мы можем дальше существовать. Если немножко приоткрыть завесу вашей внутренней кухни, расскажи, а вы же ночуете где? Не в гостинице? Нет, конечно. Мы ночуем в школах, либо в домах культуры. В школах обычно предоставляют маты, на которых дети занимаются на физре. Мы на них как бы спим, у нас есть спальники, есть пенки, без подушек. Достаточно приятно, на самом деле, потому что спина отдыхает. Правда. Я не шучу. Кушаем мы либо в спортзале, когда сами готовим, и либо нам готовят столовая школа повара. И кушаем мы у них там, в столовой. Насколько большой рюкзак у звёздника? Что нужно взять с собой? И берёте ли вы какое-то оборудование для сцены, костюмы? Как это выглядит? Жюкзак звёздника должен быть наполнен тёплыми вещами, вещами на каждый день, какими-то личными принадлежностями, без которых не может обойтись звёздник. И какими-то костюмами, которые он будет использовать на концерте лично. Оборудование вы и местным пользуетесь, и с собой привозите? Оборудование мы привозим с собой. То есть у нас есть свой микшер, световой пульт, колонки, все провода, свет. Наши ребят-ремонтники перед каждым концертом, либо каким-то мероприятием выставляют всё это на сцену. То есть всё это сами подключают, настраивают микрофоны. Расскажи про поход, который вам предстоит в этом году. Уже есть какой-то маршрут? Да, у нас в этом году 45-й юбилейный поход. Мы идём в Сасовский район. У нас будет 4 пункта. Это Печкиряево, Придорожный, Дёмушкино, Глитково. Также мы будем проводить один день в реабилитационном центре города Сасово. И третьего фюрля мы возвращаемся в Рязань. Отлично. Спасибо тебе большое. Удачного вам похода. Нашим зрителям я напомню, что в гостях у нас была звёздница Алина Шабаева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова